Я запретил тебе даже думать о конвое Милитеха, так ты подругу позвала, чтобы всё провернуть за моей спиной, да? Ага, поэтому я и попросила Ви, чтобы она тут перед тобой покрутилась. Думаешь, я совсем... Вообще не понимаю, что здесь происходит. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс! Какой? Шанс загубить всё, ради чего мы приехали? Ты хочешь, чтобы нас всех положили на месте? Блин, по нам! Ну хоть ты скажи ему! Я уже пыталась. Просто забей меч. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зелёный цвет красить по его приказу? А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцер Мелитеха. Корыто откуда-то из шестидесятых. Его хотят спихнуть в какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Стоит ли ссориться с Солом из-за панцера? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадём в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьёз. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэррол и Боб уже согласились. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Эй, разве я сказала, что согласна? Угу, пойдём поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только четыре ветерана. И всё. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдёт, но стучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасна эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики. А мы найдём для него дело прямо здесь, в Америке. Снова пытались убедить Солу. И ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди. Чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападём сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, Солнце. Угу. Крак. Ладно. Я с вами. Окей. Спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, и мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто. Поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. Поделер? Да иди ты. Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметил? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашивал. Поехали. В лагере точно не заметят, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят. Это как пить дать. А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает. Расставил часовых по всему лагерю. Что тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины. Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения какой-то новой жизни, свободы. Но его всегда отравляло чувство пустоты. Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Да, я тоже не сразу к этому привыкла. Хотя почти никогда не оставалась одна. У тебя кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы тебе точно понравился. Джеки. Я запомню. Мы на месте. Вот это махинь. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Милитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Вы знаете, как завести эту штуку? Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с Панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Тебе помочь? Конечно. Но на твоем месте я бы сначала поискала другие варианты. Ого, вот это скорость. Топаем по лестнице. Вам посвятить? О, круто! Спасибо, парни. Я всегда любила поезда и станции, где соединяется много путей. Кэрол. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь... Свободу. Будто можешь начать тысячу путешествий одновременно. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Кэрол! Что нам надо найти? Перфокарты! Что это? Прямоугольные карты с рядами мира. Поможешь их найти? Само собой. Так, так, так. Кажется, нашла. Ага, отлично. Кэрол! Мы нашли карту! Что дальше? Ставьте ее бриге! Ну, попробуем. Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. А что такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но... Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. Только поэтому? Я... Прости, это как-то грубо прозвучало. Ну, есть еще вопросы? Нет, нет вопросов. Кажется, я уже узнала все, что хотела. Надо послать бестии букет цветов за то, что она нас тогда познакомила. По-моему, это не совсем в твоем стиле. И открытку. Спасибо, что помогла мне найти настоящую подругу. Тупая сука. Ха, так-то лучше. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Кэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Продолжение следует... Давайте еще проверим. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. Успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Просто выдохни и расслабься. Ты так паникуешь. Будто ты первая, кто вышел против Соло. Ой, давай только без этого, а. Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученный. В голове полно идей. Куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что, Сол? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Ну, вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Давай-ка выпьем за Скорпиона. За Скорпиона. Из-за Джеки. Вы все мало говорите о войне. А что тут говорить? Запихивали тебя в панцир в Центральной Мексике. И марш вперед, рядовой. Неделями говоришь сам с собой. Или с бортовым эскином. Ее дит хлещешь, как в воду. Потому что снаружи счетчик Гегера зашкаливает. Угу. Как вспомнишь, что мы сидели в этих раскаленных гробах. У меня жопа сыпью покрывается. Ага. И несмотря на это, вам не терпится покататься на Василиске? Это другое. Совсем другое. Поймешь, когда в него сядешь. Я попробую немного поспать. Давай. Наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Разбуди меня, если что случится. Ну, или тоже ложись. Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю. Посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка медведица. Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Бей. О'кей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Давай, разгони его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они едут быстрее, чем мы думаем. Не уверена, что нам хватит. Отцепим один вагон, быстрее пойдет. Винни, тупи, расхерачивай сцепку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стреляй в эту чертову сцепку. Зашибись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отрежем их, окружайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашибись! Перелезальницы, Тэдди. Мить, Боб, вперёд! Всё идёт под нас. Ладно, будьте осторожны, поезд отправляется. Окей, погнали! Ну, понеслась. Чёрт, сработало! Само собой, я же ещё тогда говорила. Ну, как оно там, Ви? Весело бы? Ещё как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чёртов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тэдди. Так, я потеряла канал Милитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают и сменили годы. Как раз вовремя, на мой вкус. Если хочешь, я с ним поговорю. Не, спасибо, хочу сама разобраться. Блядь, по нам! Ну, понеслась. Объясни, что это такое. Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Мелитеха. Черт, по нам! Они видны за много миль! Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стелеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Мелитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислушивать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Аль-де-Кальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадай. Боб, Миш, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно, а что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе у тебя легкие, подруга. Ты сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было десять. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Путь готова снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Ви, я провел разведку местности. Хм, по голосу слышу, что все получилось. Да, все готово. Я высылаю тебе координаты. Приходи, как только сможешь. Продолжение следует...